Алекс Аптичкин навещает в госпитале травмированного Ганжи, после чего Алекс направляется к своему другу Ханурику, где хвастается своими достижениями в Ревелс, а заодно узнает где находятся Зубар, Тима и Стая Меска. В это время у Топщика решаются последние административные вопросы, после которых Ланцух уходит в декретный отпуск, а сам Топщик и Андреич пытаются ответить на философский вопрос, как же держаться в зоне соперников. В это время во Франции идут тяжелые бои с болельщиками бизонов, после чего Тима, Саныч и Стая Меска решают ретироваться домой, тем более, что у них с собой огромный пакет дури. Ровно в 21.05 тренер Алекс Аптичкин подъехал к ледовой арене Хококотлен в весьма неплохом настроении. О, нифига себе у меня жвачка. Да, это круто, это круто. Ох, какие мне сегодня карты выпали. Ох, замечательно. Мистер, мистер, ваша машина. Ох ты, святой Ривелс. Ребят, мне насрать, потому что у меня теперь девяносто девятый Трайзайтель и девяносто девятый Джордана. И бог с ней, с этой машиной. Вообще, о главных тренерах ХК Котлен, кто не знает. Ребят, у вас есть такие карты? А у меня есть. Да, ладно, ладно, ребят, ничего интересного, расходимся, расходимся. Кстати, 21.05, интересно, а не смотрели мои подкасты? Коля, я всего лишь пассажист команды. Ты пришел сюда стоять в воротах, что ты хочешь от меня? Володя, Володя, помоги мне, поговори с главным тренером. Я не хочу стоять в раме, я хочу играть на ЛН. Пожалуйста, Володя. Упс. Я еще раз говорю, просто Фил немножко не готов. Да, нет проблем? Ах вы, сыновья собаки. Ну я сейчас вам покажу, как надо стоять. Ой, ой, я не могу. Да что же вас так много? Где защита, Котлен? Где защита? Прямо мне в дупло. Ну как так-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не хочу больше стоять в этой дурацкой раме. Спасите черного парня. Вау, вара от бога. Послушай, Алекс, у нас проблемы в команде. Я знаю, что у нас проблемы. Интересно, они смотрели мои подкасты? Я не знаю насчет подкастов. На первую тренировку пришел только госномер и массажист Володя. Остальные во Франции или бухают у топчика? Я знаю, что они бухают у топчика. Вопрос в другом. Почему мы не бухаем у топчика? Тем временем Тима понимал, что провести два килограмма дури в условиях пандемии через лагерь бизонов – это как два пальца боссать. Послушай, Стамесыч, все-таки, может, сыграем в Фифу? Слушай, Тим, ну, интернет-клуб уже закрыт. Давай в другой раз, давай до Котлина приедем и сыграем. Согласен? Слушай, ну ладно, хорошо, поехали. У нас, в конце концов, есть дурь. Который час? Я спал полгода. И никого не знаю из Котлина. Я гудок, я проснулся. Надо срочно звонить Денчику. Дождаться ночи и позвонить Денчику. Стамесыч, нам долево, там шлюхи. А нам в Котлина. Болельщики бизонов, парни, а ТАСС? Стамес, задержи их. Канай нет, черт возьми. Я задержу их, ребята. Оставьте только мне дурь. Один за всех. Один за всех и все на одного. Ребят, сейчас я вам преподам урок. Ох ты, ёбкарный ты, слон. Как вас много-то. Так, ребята, стоять, стоять. Так, вы двое, вы двое. Отдохните немножко. Вы отдохните. Красочки. Так, ну че ты лезешь, че ты лезешь? Ты ко мне, ты че не знаешь, кто я? Я Зубер. Саныч, мы с тобой встретимся. Так, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Ребята, ребята, вас много? Давайте я сейчас на пятку отъеду. И мы будем с вами разучить куверок один. И куверок два. И куверок три. Так, так, кто еще остался? Кто еще остался? Жив, смотри, ко мне, Клешка. Ну-ка, вали-ка отсюда. Вот твой лошпеды. Так, ну ты че творишь-то, а? Ну это удаление, это две минуты. Это игра высоко поднятой клюшкой. Ты слышишь меня, мать твою? Хех, не на того дорвались. Ну-ка, одолжи-ка Зубру лошадку. О, лошадка тоже упала. Вперед в Котлин. Вперед к победам. Я Зубар. Великий защитник. Дэнчик, а сколько стоит снять трехкомнатную хату в Котлине? Дружище, это безнадежный вариант. Но я тебе скажу. Котлин все равно будет играть в свой хоккей. Если бы будешь говорить, значит будет. Будет. Да. Друзья, друзья, слушайте, а можно все-таки мне какую-то односолдовую виски? Ха-ха-ха-ха-ха-ха, Настя, иди нахуй, люблю тебя. Послушай, послушай, Андреич. Здесь, здесь пью только котлинское пиво. Только котлинское пиво. Я тебе говорю. Я тебе только котлинское. Дэнчик, 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 я с тобой полностью прав. Я с тобой полностью прав, я по-прежнему слава. Вот, Андреич, видишь, мы играем в игре. Один хоккей, а мне хочется совершенно другого. Мне хочется эквалайзера, отваля отсюда. Так вот, Андреич, мне хочется комбинационного, потрясающего хоккей. И чтобы мы уважали друг друга, с уважением. Так я же, так я же из-за этого сюда пришел. Дэн, я сюда из-за этого и пришел. Я хочу, чтобы вы стали лучше. И не важно, что я вас буду дрючить. Андреич, Андреич, нет, ты меня не так понял. Просто, просто, друзья, друзья, я вас всех буду дрючить. Я вас, мы друзья, но я вас все буду дрючить. Дэн, Дэн, я не понял, он что, хочет уехать живым из Поттера? Алло. Господа, господа, не ссорьтесь, я возьму его с собой лишь с одним условием, чтобы он играл со мной в Скварт Баттл. Игорь Негода.